Иногда слышу ответ на вопрос, что именно непонятно, ребёнок не формулирует проблему. Дело в том, что наши дети, друзья, они же десятилетиями, годами, ладно, работают приёмниками в школе. Они правда не умеют формулировать свой запрос и вопрос. И вот чем чаще мы организовываем такие ситуации, где у них есть возможность между собой говорить, где у них есть возможность пообщаться с учителем, тогда у них это умение формулировать свой вопрос появится. Когда они сидят 45 минут из урока в урок и просто слушают, 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 в этот момент активности никакой. У него действительно не формулируется ни вопроса, ни запроса. А если ты спрашиваешь его, что это, перечисли это, оцените ситуацию, тогда он не может сказать, что «подождите, пожалуйста, Марина Владимировна, мне не хватило времени, будьте добры, дайте мне 10 минут, я сейчас прочитаю, подумаю, может быть, диаграмму нарисую». Он не может это сказать, он ничего не знает про то, как он учится. Всё, что он может сказать, я не понял. Если на него начинают давить, тогда он скажет «вы плохо объясняете». Но с себя он так или иначе эту ответственность снимет. Поэтому важно их учить формулировать вопросы, наводящими какими-то вопросами, схемами. Можно вывесить схему и прям повесить её куда-нибудь по стенам класса, для того, чтобы ты использовал такую схему, для того, чтобы задать какой-то вопрос. Задать вопрос, когда непонятно, это крайне важный шаг. То есть не просто декларировать, что я не понял, а попытаться хоть как-то, хоть как-то сформулировать, даже если получается сикость-накость, но как-то сформулировать свою мысль, для того, чтобы стало понятно, что именно непонятно. Вот это тоже очень важный момент – задать вопрос, задать вопрос. Продолжение следует...